Сейчас на месте массового замор работают полицейские дознаватели и представители природоохранного ведомства. Пробы льда и экземпляры погибшей рыбы будут отправлены на экспертизу. Будет выясняться причина, по которой погибла рыба. Возбуждено уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Нарушение правил охраны рыбных запасов. Виновные лица понесут ответственность. Аким Шоланкатинского сельского округа Тимур Айткалиев сообщил, что гибель рыбы произошла во время гарантийного ремонта уплотнителей на шлюзах. Для проведения работ насыпали временную дамбу. Между ней шлюзами образовался пруд. Оттуда испустили воду, но не ожидали, что останется большая лужа глубиной около 20 сантиметров. Именно здесь и замерзла рыба, когда ударили морозы. Работы проводила подрядная организация. Вода была слита. Мы знали, что в реке может быть рыба, но не знали, что так много. К тому же вода была мутная. Сейчас проводятся работы по извлечению замерзшей рыбы. В местном Акимате уверяют, что попытались спасти рыбу, но морозы не дали это сделать. В Минсельхозе заявили, что ущерб будет подсчитан позднее. Проведение ремонтных работ на реке именно шлюзом мы считаем, что это бесхалатное отношение, потому что сейчас зимнее время, вы сами знаете, во всех реках и озерах быстро все замерзает. И в данном случае местный исполнительный орган не учли природный фактор. И из-за этого, получается, большой ущерб они внесли в водном ресурсе. На противоположной стороне шлюза скопилось огромное количество еще живой рыбы. Малькам явно не хватает корма и кислорода. Вполне возможно, что и эту рыбу ожидает неминуемая гибель. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.